Привет, дорогой друг! Если ты не заметил, то выставка Gamescom 2016 в самом разгаре, и новости оттуда идут нескончаемым потоком, за которым очень трудно уследить. И чтобы ты не пропустил ничего интересного, я, Паша Пиаваров, буду собирать все самые интересные новости в одно вот такое небольшое видео, с всем самым-самым важным. Ну что, поехали? 2K Games показала красивейший трейлер Mafia 3, называющийся Ограбление. Кажется, трейлер показывает завязку игры, но, по крайней мере, то, как наш главный герой Линкольн становится на путь в месте всей мафии в Новом Орлеане. Так что, если вы не хотите знать такие подробности истории, то лучше его, наверное, пропустить. Но в целом, ролик вышел классным, показывает кучу экшена, и видно, что игра выглядит потрясающе. Компания Ubisoft, само собой, не обошла выставку стороной и показала кучу роликов. Например, трейлер сетевой игры Watch Dogs 2. Нам не рассказывали на E3 о том, как сильно переработана сетевая игра. А она переработана... сильно. Все прежние мультиплеерные режимы из первой части уходят в прошлое. В Новом остается вторжение в мир людей. Вы можете подключиться к своему другу и проходить с ним специальные кооперативные задания. Или просто исследовать город вместе. Вы можете подключаться к другим игрокам и взламывать их, ну, это как в прошлой части. И самое интересное, если вы будете очень много убивать в своем городе и устраивать вот настоящий такой локальный апокалипсис, за вами выйдут три игрока, которые получат бонус за вашу голову. Или вы получите супер-бонус, если их победите. А для тех, кто любит играть один и не хочет вторжения в свой мир, это все элементарно отключается, так что не переживайте. А вот новый трейлер South Park Fractured Bud Hall. Не то чтобы нам показали здесь что-то геймплейно-интересное, но здесь опять есть куча прикольных шуток, и разве не за это мы любим South Park? А вот так в игру могут поиграть посетители Gamescom. Да, это тот самый Носилус Рифт, который выглядит как первоапрельская шутка. Это устройство серьезно существует и пердит в нос игрокам. Но в широкую продажу устройства не поступит, так что если вам очень хочется такого аутентичного геймплея, надо, видимо, будет просить друга, чтобы пердил вам в лицо. И, ребята, представляете, новый Metal Gear! Konami анонсировала новый Metal Gear Survive, который делает сама свою бисхиде у Кодзимы. И, короче, действие происходит после концовки Metal Gear Solid V, и там солдаты после рушащейся базы отправляются в параллельное измерение вместе с обломками базы. И там на них нападают странные зомби с кристаллами вместо голов, и они пытаются найти способ вернуться домой. И все это, короче, в кооперативе, и в стиле Metal Gear, и... Как же больно, наверное, Хидео Кодзиме смотреть на такие анонсы. Окей, вернемся к настоящему VR. Все фанаты Звездных войн так ждали подробности про Star Wars Battlefront VR для PlayStation VR. Но игру нам не показали, лишь рассказали, что она будет даваться бесплатно всем, у кого есть Battlefront. И то, что игру переименовали в Rogue One X-Wing VR Mission, где вы будете пилосировать X-Wing и, наверное, все. На трансляции Electronic Arts смогли наблюдать целые часы отенфол, но самым интересным оказалось не это, а то, что открытая бета пройдет с 19 по 21 августа и 26 по 28 августа. И попасть в нее сможет любой владелец консоли PlayStation 4 или Xbox One. Там даже регистрироваться не надо, просто надо будет скачать клиент из магазина приложения. Если что, инструкция есть на официальном сайте игры. На ПК бету, как мне кажется, можно не ждать. Зато пока геймерам можно готовиться к Gears of War 4, то тут показали системные требования. Сразу стоит обратить, что игра будет занимать 80 гигабайт на жестком диске. А для идеальной спецификации понадобится SSD. Хотя мне кажется, что у владельцев 1080 по-любому есть деньги на SSD, и для них это не станет проблемой. А этот трейлер в 4К. Но наше видео в 1080, поэтому разницы вы не заметите, да и вряд ли у вас есть 4К-монитор. А если у вас есть 4К-монитор, то ищите ссылку в описании. Также компания Microsoft привезла довольно большой трейлер Halo Wars 2, относительно тех, которые мы видели до этого. И трейлер-рекорд для тех, кто хочет поподробнее разглядеть игру. И для всех, кому понравился отряд самоубийц, держите трейлер Injustice 2 с Харли Квинн и Дэдшотом. Харли Квинн здесь прям очень похож на Маргу Роберт, что не может не радовать. Дэдшот выполнен все-таки в комиксовом стиле, но версия Уилла Смита из фильма будет доступна в качестве альтернативного облика. И немножечко про зомби. Вот вам геймплейный ролик Dead Rising 4, где мы можем видеть, что главные герои убивают кучу зомби разными креативными способами, как во всех предыдущих Dead Rising. И еще чуть-чуть зомби, но теперь режима. Да, и это у создателей Call of Duty выходит каждый год все круче и круче. 80-е, диско-шары, все эти костюмы, танцы. А косметические предметы из этого зомби-режима будут доступны в виде бонуса за предзаказ игры. Утомились? Я, честно говоря, тоже, потому что новостей море. Посмотрим, как пройдет второй день Gamescom. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные видео. И до встречи на том же самом сайте. Субтитры сделал DimaTorzok